Дорогие телезрители, всех вас сердечно приветствую с сегодняшним воскресным днём. И уже согласно сложившейся традиции, мне бы вновь хотелось бы обратиться к авторитету Священного Писания, обратиться к тому евангельскому повествованию, который мы с вами сегодня услышали во время совершения Божественной Ритургии. Речь идёт о неких бесноватых странах Гадаринской. Этот евангельский отрывок читается несколько раз в году, тем более разные евангелисты это событие описывают по-разному. В одном евангелиста говорится об одном бесноватом, о другом говорится о нескольких бесноватых. Ну, принципиально неважно, сколько их было, один ли человек, или два, или даже больше, или суть несколько в другом. Ведь если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, Евангелие, буквально с первых страниц, мы с вами с удивлением обнаружим о том, что Христос, Спаситель, почти каждый день изгонял бесов из множества одержимых. Эти люди страдали, были явно одержимы бесом, а что это означало? Об этих людей вселялись бесы-демоны, и всячески, скажем так, причиняли им разного рода страдания, и телесные, и духовные, конечно же. И если мы внимательно вновь посмотрим в Евангелие, выясняю, что таких вот одержимых и бесноватых было во времена Христа Спасителя великое множество. Десятками, десятками, почти каждый день Христос изгонял из бесноватых, от этих страдающих людей, бесов. Как же можно, чем же можно объяснить, почему вот такое обилие было именно бесноватых во времена проповедей земных Христа Спасителя, и почему мы, слава Богу, не видим десятки, сотни таких востражающих людей. Можно попытаться объяснить тем, что по мере приближения времени крестных страданий, крестных страданий Христа Спасителя, когда, наконец-то, власть греха, власть дьявольская должна была быть сокрушена над родным человечеством, как бы вот силы дьявольские ополчились на человеческий род, чтобы как можно больше востраданий людям причинять. Это первый момент. Если мы таким вот будем рассуждать, нисколько не погрешим против истины. И, с другой стороны, ведь к тому времени, как раз ко времени Христового Рождества, тем более распятие на Голгофе, в воскресенье, это был некий апогей язычества, когда оно достигло самых своих высот, если так можно выразиться. Даже в земле иудейском, которая была освящена посредством памяти Христовыми, ведь было весьма распространено языческие долослужения. Притом, не просто были какие-то невинные забавы, пляски, игры и прочее, прочее, ведь было широко распространено и человеческое жертвопереношение. В Библии говорится о такой стране, как ханаанская страна, это современный Ливан, где совершалось служение Ваалу, Молуху, и, что самое страшное, этим божествам, так называемым идолам, совершались человеческие жертвопереношения. Поэтому стоит ли удивляться, когда люди считали для себя честью первенцев, принесив жертву идолам, конечно же, тем самым люди сами вергали свою участь демонам. И согласитесь, даже само по себе принесение людей в жертву каким-то идолам, конечно же, самая страшная вещь, что только можно себе представить. И вот такое вот идоложертвенное, идолослужение с человеческими жертвами было весьма-весьма распространено во времена Христа Спасителя. Поэтому стоит ли удивляться, что таких страдающих одержимых обествами было великое множество. Видите, люди привыкли жить в этом мире, привыкли жить в идолослужении, и получалось, что даже с самого рождения люди уже как бы посредством, конечно, у родителей, уже вергали свою судьбу, скажем так, злым демонам, и находились, являлись как бы некой игрушкой в их руках. И только крестная смерть Христа Спасителя сокрушила власть дьявольскую над человеческим родом, лишила его власти. Причем вот мы в ночь Пасхи и говорим слова пророка Исаии, «Смерть, где твоя жалая ада, где твоя победа?» Пока Христос еще не воскрес, поэтому демон и дьявол имел полную власть над человеческим родом. Но то, что интересно, ведь без самого участия человеческой воли, как бы ни были бы мощные дьяволы, как бы демоны, они могут вредить человеку только в том случае, если сама воля человеческая, если его сознание каким-то образом будет участвовать и будет находить некое участие со стороны дьявольских сил. Если кто-то не хочет грешить, твердо намерен идти путем святости, его, конечно же, никакой демон не может соблазнить на какой грех. Поэтому демоны могут только создавать некую ситуацию, искушать людей, но выбор, грешить или не грешить, всегда остается за человеком. Тем более, когда мы с вами смотрим Священное Писание, мы видим, что иногда, уже забегая несколько вперед от сегодняшнего евангельского текста, апостол Павел говорит к постане Коринфянам о том, что некий человек ввел настолько безобразно для христианина жизнь и творил такие великие грехи, что по апостольской молитве они помолились, чтобы в него вошел демон и через страдание плоти, через страдание Духа очистился бы от своего греха. В некоторых случаях вот объяснение, держимость являлась какой-то воспитательной мерой, чтобы через страдание плоти и Духа человек, скажем так, отошел бы от своих великих грехов. Но в некоторых случаях, конечно же, вот эта одержимость беснования являлась прямым следствием глубоко греховной жизни человека. Ведь когда человек грешит, когда он сознательно исполнит как бы некую волю демонскую, ведь демоны, будучи существами бесплотными, не могут согрешить какими интересными поступками. Поэтому им необходимо соучастие, согласие человеческой воли, чтобы этот грех был совершен. И по мере того, насколько человек все более и более грешит, и вот эта греховная привычка страст становится как бы второй натуры человеческой. И уже он перестает замечать, где, собственно, сама его человеческая воля, его воля изъявления, где уже демонское наваждение. И в конечном итоге человек подвержен страстям и становится уже как бы достоянием демонским. И даже и видимым образом демонов в человека вселяются. Вот об этом событии говорится в сегодняшнем евангельском повествовании. Вот обратимся к самому евангельскому тексту. «И когда он прибыл на дорогой берег в страну Гиргизинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Интересная фраза. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вот обратите внимание, демоны всегда Христа исповедуют Сыном Божиим. «Иисус, Сын Божий, зачем ты пришел раньше времени нас мучить?» Они тем самым говорят о том, что демоны знают, что после страшного пришествия дьявол и его слуги демона будут навсегда определены в преисподненном месте мучений. И, видя Христа, пришедшего во плоти, они спрашивают, «Ведь еще не было страшного суда, еще не было второго пришествия. Зачем ты раньше страшного суда пришел нас мучить? Потому что нас изгоняешь, нас из людей. Мы уже привыкли мучить, мы наслаждаемся человеческими страданиями», говорят они. «Вдалее же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им, «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиной. Вот видите, вот этот момент, что бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиной». То есть власть бесовская над людьми не вся сильная. Только тогда власть над людьми, когда человек сам добровольно соглашается на какой-то грех, только тогда он становится игралищем в руках бесовских, когда он свою волю подчиняет демонской. А тут, получается, бесы, даже без боли Божьей, без побоищения Божьего не могут даже свиньям некий вред нанести, если нет на то Божьего какого-то промысла. «И вот все стадо свиней бросилось крутизны, в море погибло в воде. Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всеми о том, что было с бесноватыми». И что вот интересно происходит, сказал бы, «Радоваться надо, что бесноватые стелились». Ведь они на всех ввергали страх и ужас, но тем не менее. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Интересно. Стали событиями чудесного исцеления, и в виде Христа исцелевшего они просят, и вот эти вот крайняя степень беснования держимости. А тут бесноватым оказались не два человека, а жители города. Увидев Христа, Бога пришедшего в плоти, они от Него отвернулись и просили Его покинуть. Вот до чего может дойти до весы человека грех. Дорогие телезрители, я на этом с вами прощаюсь. До следующего воскресного дня. Субтитры создавал DimaTorzok